Мои обязанности входило распределение льда, как благотворительно, так и коммерческо, и с полученной от этого прибыли приведение в порядок спорткомплекса, который на момент моего прихода был абсолютно в убитом состоянии, то есть это был мусорник. Для примера скажу, что когда мы весной делали уборку территории, то мы вывезли оттуда 20 с чем-то, не помню точно, КАМАЗов мусора, и мусор еще остался, просто не хватило уже ресурсов довести его до конца. Кто забирал доход от КАТК? КВВ, представители КВВ групп, конкретно это Мужайла Игорь Александрович и Бессараб. То есть ежедневно подавался отчет в письменном виде о приход по льду и расход. Причем каждый расход, если он превышал какую-то минимальную сумму, там 200 гривен буквально, должен был обязательно согласовываться с КВВ. Вот из-за этого все время возникали скандалы. То есть с одной стороны стояла задача там сделать какой-то ремонт, косметический, некосметический, территорию привести в порядок. Естественно, это делается не бесплатно. А с другой стороны постоянно висел над душой Мужайла, ну обычно Мужайла, который требовал согласования, придирался вот каждой буквально копейки до скандалов. То есть вот как пример приведу, когда мы реконструировали тренажерный зал, просто надо было привести в порядок, ну извините, уборное, потому что у них невозможно было зайти. Ну вот я взял на себя ответственность без согласования с КВВ, купил два дешевых отечественных унитаза, там по цене, ну по 300 гривен, наверное, не помню на сегодняшний день. Ну порядок такой, да. Вот, просто из-за этого разгорелся скандал. Скандал, что я сказал, под до того, что я сказал, что, извините, я не буду здесь работать. Ну вот, ну его удалось погасить, благодаря вот Ильенко и Нагребельному, ну вот, чтобы была понятна общая ситуация. Вот, ну продолжу свою мысль. Значит, вся доходная часть, естественно, расписывалась для КВВ, и расходная тоже, опять же повторю, по согласованию. с ними. Всю разницу КВВ просто забирала. Ежедневно или через день. То есть, мне оставляли, ну не мне, а на спорткомплекс. Вот, 10 тысяч гривен, это такой несгораемый остаток, как бы. И то, да, это не в карман, это то, что вот необходимо, вот если какие-то средства... 10 тысяч гривен на какой период времени? Он, это остаток, который должен быть все время у меня в кармане. То есть, это не значит, что я или кто-либо мог его тратить. Это вот на непредвиденные оперативные расходы. Вот, все остальное забирали представители КВВ, увозили, и... Ну, то есть, дальнейшая судьба денег мне неизвестна. Хорошо. Это только от катка или от других объектов и от аренды в том числе? То есть, это все, весь такой спорткомплекс или только от катка? Нет. Ну, в данном случае мы речь ведем только о катке. Почему? Потому что вот остальные арендаторы, они платили, у них были прямые договора с заводом, вот, они платили на завод, то есть, куда, сколько они платили, как платили, куда расходовались эти средства, это уже вне моей компетенции. То есть, это только от того? Да, да. Хорошо. Какая сумма в среднем в сутки, в день отдавалась КВВ от катка? Ну, по-разному. Ну, в среднем. В среднем. Ну, где-то вот, наверное, 10 тысяч гривен в день. Да. А на протяжении какого времени? На протяжении всего времени присутствия там КВВ. Ну, сколько? То есть, я скажу, что я начал работать администратором с января 2014 года КВВ там уже присутствовала, вот, и до, собственно, ну, вот, до лета. Вот. Летом каток закрылся, то есть, надо было, ну, технологически там, слить лед, вот, то есть, в течение вот полугода. То есть, 6 месяцев, день в день, в среднем 10 тысяч гривен КВВ получалось с этого катка? Да, да. Ну, это было не каждый день, то есть, я же говорю, что-то, они могли забирать там в конце недели, там, 50 тысяч или 70 сразу, в зависимости от того, что, ну, что-то необходимо было и потратить, и людям, обслуживающим персоналу, выдать какую-то зарплату. Эти деньги передавались по какой-то накладной или просто наличными, вот? Наличными. Иногда они расписывались, вот, на вот листе прихода расхода средств, иногда они расписывались, просто забирали. То есть, такого жесткого учета передачи денег не было? Не было. А почему? Доверяли, потому что, или это их условия были? Я не могу сказать, что я там доверял, или там, не знаю, доверяли ли мне, не доверяли. Наверное, не совсем доверяли, потому что проверяющих было очень много. Вот, помимо, вот, Бессараба и Мужайла, были еще какие-то, вот, бухгалтера с центрального офиса, с бульвара Шевченко, которые постоянно требовали от меня, там, акты сверки, телефоны команд, звонили команды, то есть, ну, учет был построен таким образом, чтобы, ну, даже 100 гривен куда-то на сторону не ушло. То есть, все централизовано, потоком шло в кассу КВВ. Олег, ну, ты знаешь, кто такую схему, кто такой механизм определил, вот, конкретно, вот, КВВ? Кто это, генеральный директор КВВ Козленко, там, или кто? Кто дал команду именно по такой схеме работы? Не знаю. Не знаю. То есть, вот эта вот схема была мне, в принципе, указана. Вот. Я ее исполнял. Понял, спасибо.